Моя рецензия на художественный фильм «Фантастический контакт» 1997 года. К сожалению, сел аккумулятор, предыдущее видео оборвалось, но я вставил другой. Ну, поэтому я буду более краток. Я вчера пересмотрел этот фильм, уже, наверное, пятый раз. Я не хотел его смотреть, потому что сюжет очень простой. Но там главная героиня очень красивая женщина. И фильм снят очень серьезно, достоверно. Я его отношу к тем фильмам, которые необходимо просто посмотреть. И я принимаю этот фильм, я принимаю этот фильм как дополненная реальность. То, что могло бы быть. Но, да, и он очень интересный. Его ученые признают очень даже достоверным, научным. Единственное, что меня очень сильно покоробило в этом фильме, что практически сделало этот фильм для меня не таким значительным, как раньше. В этот раз я распознал этот диссонанс, эту глупость, я бы сказал, в этом фильме. Что там, как одна из основных идей, преподнесена идея, так сказать, противопоставления ученых и тех, которые верят в Бога. Но, во-первых, большинство ученых сами считают себя верующими. Уже неизвестно там во что. Кто во что там верит. У них даже есть там своя какая-то более-менее научная религия какая-то там. Вот. У меня, кстати, знакомый. Он себя причисляет к ученым. И у них там своя религия. Он как мантру постоянно повторяет, что материя неуничтожима там. Вечно. Никто не создавал. Никогда она не исчезнет. Ну, в общем, свои какие-то поправки к обычным догматам. Новый догмат, в общем. Так вот, я не понимаю этого противопоставления, поскольку оно для меня пустое. Лично для меня. Я не вижу никакого противоречия между тем, что Бог есть, и научными воззрениями. Самыми последними. Дело в том, что я такой человек, в котором меня многие не понимают. Потому что, например, я себя считаю одновременно украинцем и русским. А людям это непонятно, потому что они должны служить. Или этим хозяевам, или тем хозяевам. Вот один священник, когда я ему рассказал, что пишу статьи по Библии, он сказал, кто тебе платит. А если тебе никто не платит, то это значит, что ты врешь, не договариваешь. Все равно какую-то выгоду получаешь денежную. Именно денежную он настаивал, потому что он, видимо, был далек от пищи духовной, священник. Ну или, например, стихи и математика. Я обожаю то и другое. Я себя считаю и поэтом. И я очень обожаю математику. Мне неведомо то, что люди по своей примитивности, это для них существует, а для меня этого просто нет. То есть как можно не верить в Бога, если ты несовершенен? Ты будешь во что-то верить. И это что-то подведет к тебе подсознание, но ты будешь верующий. Неважно в набор чего, в набор каких-то верований, в любой момент ты поверишь во что угодно. И тут проблема-то главная в чем? Не в том, чтобы поднять это противопоставление, а в том, чтобы показать, что его нет. То есть Бог – это не дядька на облаке. Бог – это не некий разум со своим «я». Бог – это такое. В Библии, кстати, об этом написано. К Библии, кстати, многие руку приложили, умы. И поэтому там много точек зрения есть, кстати, и даже противоположных. И там написано, что узришь Бога и умрешь. То есть вот я сейчас сижу, например, и смотрю на мою стоянку в лесу, где я четыре зимы прожил, как беженец во Франции под Страсбургом. Не по своей воле, конечно. И я могу просто живо описать все. Вот каждую веточку, каждое дерево, вон там предмет какой-то, вон там что-то еще. Вот там воспоминания, связанные с этим местом. Я могу бесконечно долго описывать даже графически вот это все. А какой-то художник слепой будет пытаться это все нарисовать, который сам не может видеть. Ну, таких не бывает. А слепший художник. Ну, то есть вот так же и с этим вопросом я просто вижу, что никакого противопоставления быть не может, что это глупо. И вот это противопоставление, оно как-то сразу резко опустило фильм в моих глазах. Что фильм бы мог быть действительно, как говорится, культовым. Действительно таким не придерешься ни к чему. Если бы не только это глупое противопоставление. Потому что, а что же они там противопоставляют? Они же там конкретно противопоставляют. Тут именно этого дядьку на облаке и ученых, которые на это облако летали, в это облако стреляли там солью серебра и летали даже в космос. И там, говорят, ничего не видели. То есть противопоставляется именно вот это глупое глупому. А что такое Бог? Бог – это продукт нашего сознания, независимо от того, хотим мы этого или нет. Это мерило нашего несовершенства. Бог – это мета-слово. И надо понимать, что мы в этом имеем в виду каждый раз, когда мы его употребляем. Потому что это очень опасно употреблять мета-слово в одном смысле, а другие понимают в другом и этого не чувствовать. Так вот, в этом фильме Бог именно упоминается в его самом высшем значении. Это вера людей. И действительно, если вот главная героиня, так сказать, имея свою веру, а она верит в то, что там где-то, может быть, ее отец в космосе, там его волны там летают или что, то есть у нее есть какие-то свои подводные, там, подспудные, подсознательные верования. И она их отрицает. Вот, наверное, что имеется в виду. Вот это было бы тоньше, вот это показать в фильме. Что это мерило нашего несовершенства. Что любое существо будет иметь веру в то, что оно не знает, в то, что оно не понимает. И меряться, так сказать, нашими несовершенствами, это то же самое, как кидать камни в стеклянном доме. Будешь у кого-то недостатки выискивать, он у тебя найдет. Поэтому мы должны все понимать, что веры у нас разные, что это естественно. Вера – это естественно. И те, которые высмеивают якобы верующих, те якобы неверующие, они тоже верующие в свою эту глупую религию, самую глупую, и которая, ну, она тоже, наверное, существует, сколько человек существует, сколько и проституция существует. Вот. Это как его, даже забыл сейчас название. Атеизм, да. Атеизм. Есть теизм, а есть атеизм. Это все просто слова. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А я вижу картину. Я вижу, что религия, она вплетена в жизнь людей. Бог существует, минимум у них в умах, в головах. И он действует посредством их. И посредством их. Они осуществляют, минимум они осуществляют его действия на Земле. Или они трактуют действия природы. В итоге рождается их представление о Боге. Потому что Бог, он не рождает. Он как два плюс два, он существует независимо от наличия Вселенной. И два плюс два равно четыре. Независимо от того, существует четыре атома или не существует. А как только они появятся, сразу этот закон осуществится. Так же и Бог. Он существует всегда. Потому что всегда будут, ну, я так думаю, живые существа во Вселенной. Ну, я не уверен. Я в это верю. И поэтому всегда, Бог, он всегда есть. Он не рождался, не умирал. Библия нам как бы иногда говорит, потому что там даже противоположное бывает мнение. Многие умы приложили к ней, к Библии приложились. Вот. И она нам говорит, что вот узришь с Бога и умрешь. Бог это очень сложная вещь. Бог это то, что человек постигает всю свою жизнь. Это просто, как сказать, ну, это как цвета. Мы их, это нам дано. Мы их просто видим. Зеленый, красный, там, желтый. Почему они такие? Кто его знает? Почему мы именно так их ощущаем? Бог это тоже чувствует. Это продолжение наших предков. Вот они ушли в реальной жизни, но они существуют. Раньше, наверное, так вот первые религии возникали. Что родитель, родитель умер, а он в душе, а он остается у нас физически, мысли о нем у нас, остаются у нас в мозгу. Довольно-таки долго, как бы его душа. Через 40 дней, вот говорят, уходит, да, какие-то там наши привычки остывают. И что-то уходит от нас. И мы это чувствуем, и мы это отмечаем. Да, можно много говорить. Я просто вижу эту картину, что это противопоставление, она дань, наверное, злобедня. Наверное, вот в эти... Есть же, например, было, например, в Америке борьба, например, с апартеидом, с этим, с расовой дискриминацией. Сейчас было в моде вот противопоставление там верующих, неверующих, там поиски коммунистов, там... Ну, когда-то это противопоставление остынет, и люди станут более спокойно относиться по-другому как-то. Оно не исчезнет, оно остынет. Но это, для меня, это глупое противопоставление. Не ищи бревна в глазе, да, у брата твоего. Если человек верует, это он так живет. Это он, вот посредством этого, он так живет. Это путь его жизни такой. Если какой-то человек говорит, что он не верит, он верит во что-то другое, но он не признается во что. Он-то тоже так живет. Вот в этот момент. Время может изменить всех, любого человека. Кто-то может в чем-то разувериться, в чем-то наоборот увериться, и так далее. Но противопоставлять это, поднимать это, как бы, один из основных вопросов, это просто глупо. Ладно, я надеюсь, я так намеками изъяснился, как-то. Даже вот то, что считаешь естественным, и поэтому как-то даже не искал других аргументов. да, Бог это мета-слово, в этом много что есть. Вот, да, проще всего это мирило нашего несовершенства. Вера мирила нашего несовершенства, а Бог существовал всегда, потому что это просто закон природы. Кстати, вот недавно, да, мне такая мысль пришла, вот, очень важная, кстати, после этого фильма. Людишки, они бы стали намного бы круче, если бы они осознали свою микробность, что мы не так далеко ушли от неживой природы. Мы-то думаем, что мы вот какие супер живые, да. Я не имею в виду наш размер там или наши технологические возможности. Я имею в виду вообще живых существ любых, любого уровня развития. Мы не понимаем, как мы близки к мертвой природе, как мы предопределены. Да, мы очень сложные. Вот и все. Вся наша разница с неживой природой. Только сложность. Только некие новые законы, по которым мы существуем, которые не используют материя более низшего уровня. Мы материя определенного уровня, еще не самого высокого. И мы материя. Мы состоим из неживой материи. И мы сами едва понимаем, что мы недалеко ушли от неживой материи. Нельзя назвать, что мы неживые. Какое-то слово должно быть для того, чтобы нас как-то описывать. Но градации нету следующей, потому что оно даже в нашем языке не используется. И даже если бы существовал некий такой воображаемый Бог, то и он бы недалеко ушел от всего этого. Куда ему было бы одеться от этого физического мира и нежить его заботами и его законами. Ладно, все, пока я закончу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok